Джозеф Байден, оскорбляя Путина, говорил не от себя лично, а от группировки, которая его выдвинула на Олимп власти. И прежде всего, от лица демократической партии. Соответственно, и Путин отвечал не столько Байдену, сколько этой группировке. С чем же это связано? На самом деле, причин две. 1. Путин постоянно и неуклонно увеличивает политический и военный вес РФ на международной арене. Ни демократы, ни республиканцы сделать с этим ничего не могут. Что вызывает раздражение, переходящее в истерику. 2. Когда у РФ случаются неприятности, вроде отжатых зданий в США, в СМИ находится множество желающих раздуть подобные события и сделать из них далеко идущие выводы о слабости России. Вся клоунада с этими зданиями происходила летом, в начале осени 2017 года. По странному совпадению, именно в это время раскручивалось расследование сделки по переходу в собственность России компании E-E-Niam One. Вполне вероятно, что Путина пытались спровоцировать на резкие поступки или заставить слить какую-то информацию. Любой ценой, вплоть до откровенного беззакония. Но не на того нарвались. В чем суть проблемы? В США ясно отдают себе отчет, что РФ держит мировой урановый рынок. Росатом добывает уран двумя руками, одна из которых называется Атомредмедзолота. Армс отвечает за добычу в России. А вторая, E-E-Niam One, усилиями которой добывается еще 4385 тонн урана по всему миру. Если сложить доли Армс, E-E-Niam One и Казатомпрома, Казахстан, то она составит 35,6% мировой добычи. Причем это самые хорошие месторождения, с высоким содержанием урана и большими запасами. И самыми эффективными технологиями, включая технологию подземного скважинного выщелачивания. Поэтому себестоимость добычи и обогащения очень низкая. С Казатомпромом Росатом связывают сложные скрытые отношения, в которых Росатомпартнер не подчиненный, а как минимум равноправный. А канадская компания E-Niam One владеет добывающими предприятиями в Австралии, Танзании, Намибии, Казахстане, Канаде, ЮАР, США. В бытность премьером, свободной от текущих обязанностей президента, В.В. Путин озаботился ураном. То есть, про уран он не забывал никогда, но после его речи в Мюнхене, которую на Западе предпочли не услышать, пришлось перейти к решительным действиям. Подготовка E-Niam One к превращению в сладкий кусок, с последующей продажей, шла и раньше, но без видимого участия России. Например, в 2005 году Г.Н. Джустра, глава компании Your Asia Energy Limited, собрался по делам в Казахстан. По случайному совпадению, у Билла Клинтона возникла необходимость обсудить права человека вообще и в Казахстане, в частности, с Нурсултаном Назарбаевым. Отчего бы не совместить два визита на частном самолете Джустры. Клинтон очень содержательно пообщался с Назарбаевым, а через несколько дней молодая компания Г.Н. Джустра подписала предварительную сделку, дающую ей доли в трех урановых рудниках, контролируемых государственным урановым агентством Казатомпром. А в 2007 году эта компания объединилась с E-Niam One, южноафриканской на тот момент компанией, имеющей активы в Африке и Австралии, в результате сделки на 3,5 миллиарда долларов. Новая компания, сохранившая название E-Niam One, контролировалась инвесторами Your Asia, включая Яна Телфера, канадца, который стал председателем Совета директоров. Через пресс-секретаря Г.Н. Джустра, чья личная доля в сделке оценивалась примерно в 45 миллионов долларов, сказал, что продал свою долю. В конце 2005 года Г.Н. Джустра решил заняться благотворительностью и пожертвовал в фонд Клинтона 31,3 миллиона долларов. Когда информация о пожертвовании попала в СМИ, Джустра заявил, что он горд совместной с Г.Н. Клинтоном работой в области благотворительности и призвал СМИ сосредоточить внимание на бедности, здравоохранении и насущных проблемах мира. Вскоре E-Niam One начала скупать компании, имеющие активы в США. В апреле 2007 года компания объявила о покупке уранового предприятия в Юте и урановых месторождений в четырех западных штатах, за которыми вскоре последовало приобретение Energy Metals Corporation и ее подразделений в Вайоминге, Техасе и Юте. Эта сделка ясно показала, что E-Niam One намеревается стать локомотивом в урановом секторе США с потенциалом стать практически монопольным внутренним поставщиком для атомных предприятий США. С июня 2009 года Росатом начал покупать акции E-Niam One. Для начала 16%. В июне 2010 года довел свою долю до 51%. Произошло это в бытность Клинтон госсекретарем. Понятно, что Хилари Клинтон тут ни при чем, ведь сопровождением сделки занимался ее помощник. Мало ли, какие бывают совпадения. Вот в июне 2010 Билла Клинтона пригласили выступить в Москве на конференции инвесторов. И банк Renaissance Capital заплатил ему за выступление 500 тысяч долларов. А Клинтон имел встречу с В.В. Путиным. А еще бывают совпадения политические. Для США было очень критично удержание Ирана от создания ядерного оружия. И в июне 2010 года Россия подписала резолюцию Организации объединенных наций о введении новых жестких санкций против этой страны. Писать о таких совпадениях можно очень много. С 2013 года E-Niam One полностью принадлежит Росатому и является просто его структурным подразделением. К тому времени Клинтон уже не была госсекретарем. В 2013 года у власти были тоже демократы, а Клинтон контролировала Демпартию. Понятно, что лично она уже никак на ситуацию не влияла. А вице-президентом был Байден. Неафишируемый интерес его семьи ко всяким полезным ископаемым достаточно известен. Зато теперь доля США в мировой добыче урана – не более 1%. Из не самых хороших месторождений. А потребление урана – 29,4% от мирового уровня. И к его добыче за пределами российско-казахского конгломерата, у США доступа тоже нет, второе место держат французы с долей 18%. Остальное – совсем уже плохонькие месторождения у разных стран. Поэтому приходится кланяться России. В США эта тема очень токсична. Трампу очень нужны были доказательства коррупции Клинтонов при проведении этой сделки. Поэтому он очень старался выжить из Путина такие доказательства. Не получилось. Оно и понятно, откуда у Путина доказательства. Клинтон сама здорово прокололась, используя личную почту для служебных целей. У нее же нет школы КГБ, но как-то все утряслось. Занимались этой сделкой и ФБР, и Минюст, и Конгресс, и пресса. Ничего юридически стоящего не обнаружили. Свидетели, которые собираются сказать что-нибудь плохое о Клинтонах, как-то очень неудачливы в жизни. От слова совсем. Любой может найти в интернете по запросу список Клинтонов, кровавая жатва Клинтонов. Так что, когда Путин ответил, тот сам так называется, он знал, о чем говорил. И ничего веселого в этой фразе нет. Крови из демократов по этому поводу попили много. Все обижаются, что русские добывают весь лучший американский уран. Это явно пора прекратить. А в Сенат поступило предложение запретить импорт российского урана. Но в связи с выборами все руки никак не дойдут. Можно было бы попробовать оттяпать у Росатома акции Еэнием Ван. Но почему-то этим никто не занимается. По случайному стечению обстоятельств со времени начала перехода собственности на Еэнием Ван Росатому и некоторое время после полного перехода, в фонды Клинтонов перечислено разными суммами 145 миллионов долларов. Конечно, на благотворительность от людей, связанных с горнодобывающей и перерабатывающей промышленностью. В том числе и от бывших владельцев и руководителей Еэнием Ван. Но дело это прошлое, чего вспоминать. Поэтому зря Байден так про Путина. Хороший ведь человек. А хорошему человеку всегда приятно помочь. Если попросит убедительно. А Байден взял и обозвал его 17 марта. А несколько ранее, 24 февраля, Управление качества земли Департамента качества окружающей среды штата Вайоминг, в БЭК, объявило об одобрении заявки на разрешение на добычу урана на месте добычи ИС, поданную Еэнием Ван, принадлежащей российской ядерной государственной корпорации Росатом. Совпадение понятно, и Байден тут ни при чем. Вайоминг же. Вот такая версия. Хайлы лайкли.